Мур, привет, друг! Это новостной выпуск патча 1.5.28, который вступил в силу на тестовом сервере. Надеюсь, все успели получить Бенедетту, потому что скоро будет на неё гайд. Изменения героев. Матильду продолжаю тапать. К здоровью добавили 100 хп. Теперь у неё со старта 2651 единицы здоровья. Прирост здоровья с уровнем тоже значительно прибавили. Было 168.5, а теперь 188.5. Первый навык. Уменьшили начальный штраф к урону в одну цель. Было 20-50%, будет 30-50%. Вдобавок. Увеличили дальность сопровождения огоньков и упростили набор стаков. Наконец-то! А то странно иметь навык, где ты можешь достичь лимита урона, только применив ульту. Второй навык. Перебалансили щит, ослабив в начале и усилив в конце. Запас прочности щита был 600-900, будет 500-1000. Ив. Первый навык. Увеличили бонус от магической силы с 80 до 90%. Ульта. Теперь стоит фиксированный интервал между тапами 0-3 секунды, и он не сокращается от предметов на перезарядку. Однако им всё ещё можно затыкать противника. Клинт. Разработчики уверяют, что хотят сделать Клинта сильнее в поздней игре. И смотря на нас своими хитренькими глазками, сокращают дальность стрельбы Клинта. Было 4-8, будет 4-5. Слава богу, небольшое сокращение. Пассивка. Дальность заряженного выстрела осталась прежней. Чуть добавили бонус от физической атаки. Было 130%, будет 135%. Первый навык. Понерфили базовый урон. Было 260-410, будет 200-400 ровно. Но увеличили физический бонус с 80 до 95%. Хелкарт. Словил плюху нерфа. Второй навык. Базовый урон. Был 210-360, будет 180-330. Бонус физической атаки тоже уменьшили. Со 100% до 80%. Чуть подняли урон по миньонам и гриппам, этим навыкам. Ранее наносил только 55%, теперь будет наносить 70%. Эти изменения заставят реализовывать Хелкарта как можно раньше, поскольку фарм будет чуть-чуть быстрее, а урон, который дают предметы, меньше. Тризлу наградили апом. Второй навык. Перезарядка уменьшалась с уровнем. Ранее было от 7 до 5,5 секунд, теперь будет 5 секунд на всех уровнях. Ульта. Повысили замедляющий эффект. Было 30-40%, будет 40-50%. Замедление это, конечно, приятно, но сокращение КД спам навыка вообще супер. Если бы Андрей Чиллстрим дождался апа, ему было бы легче идти на Тризле до мифика. Бальмант. Ульте отменили бонус к урону по миньонам и крипам, которые я озвучил в 1.5.26. Также у Алдоса отменили нерф бонуса физической атаки для первого навыка. Вернули с 90 к родным 100%. Броуди. Разработчики отмечают, что Броуди уступает многим другим стрелкам в поздней игре. Проводят ребаланс и говорят, что будут следить за ним на тестовом сервере. Атрибуты. Добавили прирост здоровья. Был 125,5, будет 150,5. Первый навык. Чуть подняли конечный базовый урон. Был 250,625, будет 250,650. А вот физический бонус апнули основательно со 150% до 200%. Однако уменьшили бонус к урону от пронзания противника. Было 20%, будет 10%. И сократили лимит бонусного урона. Было 160% и будет 130%. Ульта. Ранее каждый снаряд наносил 8% от потерянных ХП противника. Теперь этот показатель будет расти с уровнем навыка. С 6 до 8%. Честно говоря, в поздней игре я редко использую первый навык на Аброуде. Только чтобы добить того, кого с руки не достаю. А ослабленный старт будет ощутим, хоть и не критично. Лапу-лапу. Пассивка. Увеличили бонус в расчете размера счета. Ранее множитель был 50, теперь будет 65. Ульта. Третий навык. Увеличили бонус от физической атаки для третьего удара. Было 180%, будет 210%. Другие изменения. Возмездие. Если купить лесной предмет, снижает урон от лесных крипов на 50%. Ранее снижал лишь на 40%. Разработчики решили еще сильнее разделить стиль старта игры между лесниками и лайнерами. Для этого усугубили для лесников штраф от фарма миньонов и увеличили бонус от лесных крипов. Ранее лесник с лесным предметом получал на 40% меньше опыта с миньонов в первые 3 минуты боя. Теперь это время увеличили до 5 минут. Штраф к золоту и опыту составляет 30%, но за это время будешь получать плюс 100 золотых за каждый килл или ассист. Короче, по задумке разрабов, лесник должен фастом апнуть 4 уровень и пойти на ганг. Но что делают большинство рандомных лесников? Фармят лес до упора, а в лейт игре матерят союзников, хотя сами не внесли нужного импакта. Это еще не все. Нож охотника получил плюс 10% бонусного золота с монстров леса. А второй и третий уровень лесного предмета плюс 20% золота. Достаточно логичное решение на мой взгляд. Осталось только как-то объяснить тактику рандомным лесолазам. А на этом все. Подписывайся на канал. Здесь только важные новости и никакой воды. Плюс гайды. Кстати, недавно вышел мой гайд на Броуди. Очень рекомендую. Там же говорю, как его контрить. И скоро будет гайд на Бендетту. Ну все. Пока-пока.